В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе стартовала сельскохозяйственная микроперепись. Мы спрашиваем, сколько проживает на данной территории количество человек. Также спрашиваем общую площадь сельхозугодий. В отремонтированном здании взрослой поликлиники состоялась встреча руководства ВРКБ с представителями Ленинского отделения общества инвалидов. Может быть, их всех принимать в детской поликлинике на первом этаже, где есть и региены, и карты. На стадионе Металлурка отметили День физкультурника. Я вас, безусловно, всех поздравляю. Благодарю за то, что вы делаете. С 1 августа в России стартовала сельскохозяйственная микроперепись. В Ленинском городском округе ее реализуют сотрудники управления информационно-аналитических работ. Весь месяц переписчики будут ходить по частному сектору и регистрировать наличие на участках личных подсобных хозяйств. Как это проходит, расскажет Юлия Погасьян. В Идном среди многоэтажек спряталась небольшая, но уютная деревня Тарычева. Многие жители соседнего сними к району Зеленые аллеи могут и не догадываться, что совсем рядом находятся частные хозяйства, в которых выращивают домашнюю птицу, садовые и огородные культуры. С начала августа в этих местах часто можно встретить сотрудников Росстата, которые проводят здесь сельскохозяйственную микроперепись. Мы спрашиваем, сколько проживает на данной территории количество человек. Также спрашиваем общую площадь сельхозугодий, какие конкретно сельхозугодия выращивают. В основном выращивают это картофель, помидоры, огурцы, то есть такие культуры. А какие животноводства занимаются конкретно? Это куры. В последний раз такой анализ проводился в 2016 году. Тогда перепись была намного масштабнее, в том числе затрагивала крупные сельхозпредприятия. В этом году процесс локальный. В Ленинском городском округе переписчикам предстоит обработать лишь 10 тысяч участков. Половина из них уже в базе. Конечно, сложно. Не порой бывает, что очень сложно достучаться. Но все-таки дело в том, что работают, конечно, несмотря и на погодные условия. Да, у нас вот то солнце светит, то дождь. Но собственники встречают переписчиков доброжелательно. Идут на контакт, делятся трудностями ведения хозяйства. Однако все как один отмечают – свое гарантия качества. В магазине покупаешь мясо не свежее, а свое есть свое. Домашнее выращенное. Яйца вкусные домашние. Желток, как желток. Они прозрачные, как в магазинах. Тяжело, но свое. Вкусно. У Лидии Левыкиной муж, два взрослых сына, у которых уже свои семьи. И пенсионерка просто не представляет, как накормить такую большую семью без своего хозяйства. На ее участке и овощи, и фрукты, и даже козы с курами. Мы полностью обеспечиваемся вот этими молочными продуктами. Причем на зиму я молоко морожу, творог морожу. То есть мы и зимой пользуемся своими продуктами. Сельскохозяйственную микроперепись проводит Федеральная служба государственной статистики. На территории Ленинского округа в реализации проекта Росстату помогают сотрудники управления информационно-аналитических работ. Для получения официальной статистической информации, для формирования отчетности по сельскому хозяйству, чтобы понять, как у нас живут сельхозпредприятия, индивидуальные предприниматели, для развития мер социальной поддержки того же малого предпринимательства, и также личных подсобных хозяйств. Если они занимаются разведением сельскохозяйственных животных, они тоже могут рассчитывать на поддержку государства. Завершится микроперепись 31 августа. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно.ТВ. Во взрослой поликлинике, которая готовится к открытию после ремонта, состоялась встреча руководства Видновской районной клинической больницы с представителями Ленинского отделения Всероссийского общества инвалидов. Основной темой для обсуждения стало создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья в медицинском учреждении. В отремонтированное здание поликлиники были приглашены и мамы своих взрослых детей-инвалидов-колясочников. Именно они обратились к председателю общества инвалидов Наталье Рящиной с многочисленными вопросами, в основном касающимися качества оказания медицинских услуг для людей с ограниченными возможностями. Можно будет их всех принимать в детской поликлинике на первом этаже, где есть и ленинг, и КТ. Да, кстати, да. Это хорошее предложение. Участники встречи во время небольшой экскурсии по поликлинике могли озвучить свои предложения. Мое предложение, что, допустим, вот этот туалет, именно для колясочников, он не должен быть постоянно открытым. В общем доступе не должен быть. Расписание, в котором посещение специалистов для инвалидов, оно немножко будет другим, потому что они не будут укладываться именно в то расписание, если им нужно посетить несколько специалистов, не будет укладываться в то расписание, которое обычно укладывают все остальные посетители поликлиники. Поэтому здесь должен быть другой ритм, другие условия, должны быть более удобные условия и возможности. На встрече главный врач Видновской районной клинической больницы рассказал об идее создания школы для родителей особенных детей. Это создание, как и раньше было, школы пациентов, опять-таки школы для родителей, которые столкнулись с такой проблемой со своими детьми. Либо это врожденное, либо приобретенное. Но опять-таки это, конечно, и психологически непросто нести такую лошадь, но и с практической стороны. Также Бутай Бутаев прокомментировал особо остро обсуждаемую в соцсетях тему по замене лифтов. Мы бы ее не открывали, эту поликлинику, если бы не были уверены в том, что все контракты разыграны, что это оборудование у нас будет поставлено. Это касается и медицинского оборудования, это касается инструментария, это касается прилегающей территории, это касается в том числе и лифтов. Если говорить про лифты, то ориентировочно это уже дик в декабре, уже все должно быть, у нас все должно стоять. Стоит отметить, что руководство поликлиники планирует организовывать встречи с пациентами на постоянной основе. В центральной библиотеке города Видное появилась новая книга. Особенность ее в том, что соавторы издания – люди с ограниченными возможностями здоровья. Этот сборник, выпущенный в рамках проекта «Говорящая стена», доказывает, что если есть воля и желание выразить себя, творческие возможности, несмотря ни на что, могут быть безграничны. Об одном из авторов расскажет Максим Козлов. Елена Толстокорова с гордостью показывает книгу, в которой напечатаны рассказы ее сына Влада. Ему 22 года, он не говорит, и у него аутизм. И вопреки всему он пытается творчески реализоваться. Эти люди, вот мой сын, у него другая сенсорная система, то есть он сильнее слышит, он сильнее чувствует, у него все по-другому работает. И я бы не сказала, что это больные люди, как думают, но если бы нас, нормотипичных, поместить в то, что они чувствуют, мы тоже дадим сбой. И обычные люди не всегда умеют работать с клавиатурой, а Владу сложно вдвойне. С ним занимается нейропсихолог Анна Лукина. Я работаю с неговорящими детьми СРАС и использую технику фасилитированной коммуникации, благодаря которой неговорящие люди получают возможность общаться с другими людьми. Анна стала и одним из авторов сборника, получившего название «Аист и мир», куда вошли рассказы семи детей с различными ограничениями здоровья. Время трогательно зовет на улицу, совсем не хочется уходить домой. Пусть так будет всегда. Осень, время замечательно и прекрасно спокойно. Если погода как запах духов, то осень пахнет волшебством. Печать на компьютере – лишь часть программы коррекции развития людей с аутизмом. Этого разного рода занятия направлены на снятие напряжения, тревоги, с использованием различных методов арт-терапии, рисования, также обучение различным техникам рисовать. Несмотря на сложности, Влад не унывает. Первый творческий опыт его вдохновил на новые свершения. Вот сейчас он пишет свою книгу персональную. То есть именно только он в ней будет напечатан. И также мы к ней еще иллюстрации. Он рисует к своим заметкам, интересные вещи пишет. То есть мы так не мыслим. Те, кто работает с аутистами, подчеркивают, что отношение к ним как к больным людям в корне неправильное. Они просто другие. Внутренняя речь у них сохранна. То есть они прекрасно понимают действительность происходящего. То есть именно за их нарушение они демонстрируют такое сложное поведение. В некоторых случаях люди с такими нарушениями могут обучиться общаться письменно. Влад – пример того, что при наличии воли и желания возможно преодолеть любые трудности. Главное, чтобы рядом были любящие и понимающие люди. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. Центральная библиотека продолжает радовать своих читателей не только интересными книгами, но и новыми кружками. Недавно в учреждении начал работу клуб «Мастерская эмоций». Наша съемочная группа побывала на первом занятии. Чем быстрее ритм нашей жизни, тем меньше времени мы уделяем своим внутренним ощущениям. Сегодня важно понимать свои и чужие переживания. Именно этому посвящены занятия нового клуба «Мастерская эмоций», открытого в Центральной библиотеке. Вводное занятие посетили около 20 человек. Пришли и дети вместе с родителями, и сами работники библиотеки. Мы сейчас испытываем какую-то радость. Я, допустим, сейчас испытываю волнение очень большое, потому что я не медийный такой человек. Павел Гнырия, руководитель клуба, занимается темой эмоционального интеллекта уже полтора года. Регулярно проходит тематические курсы и работает с детьми. За время преподавания он часто сталкивался с непониманием этой темы среди взрослых, поэтому решил проводить отдельные уроки и для них. Совершенно бесплатно. Сейчас очень важно спрашивать ребенка, если у ребенка не задают вопрос, а просто вот ему нравится идти в футбол, папа говорит, да. Мама говорит, ему нравится идти рисовать, а ребенку нравится вязать мальчику, допустим, к примеру, да. А это не принимают родители. И вот важно именно понимать ребенка здесь. На вводном занятии участникам предстояло выполнить несколько заданий. Считать эмоции людей на картинках по выражению лиц или угадать настроение по обстановке вокруг. Самым интересным стал видеодиктант. Дети и взрослые должны были описать эмоции персонажей мультфильма и объяснить причину их поведения. Понимание своих и чужих эмоций – ключ к успеху во всех сферах жизни. От работы до счастливых отношений. Так решили участники вводного занятия. Я узнал, насколько важный навык указывать будущее. Потому что взрослой жизни – это будет жизненно необходимо. Предугадывать, что из какой-то ситуации, что может дальше произойти. Например, если на тебя разлился босс, тебя могут уволить. Нужно обязательно никогда не кричать, никогда не обзывать. Спокойно разговаривать. Что-то ему не нравится. Давай разберемся с тобой. То есть давать ему возможность с тобой общаться. Так будет меньше конфликтов. Будет меньше конфликтов, больше радости. И тогда ты сможешь также стать богачом, успеть достичь всех своих целей и так далее. Занятия клуба будут разделены на две группы. Детей мастерская эмоций ждет каждый вторник в 17.00. Для них будут проводиться сюжетно-ролевые игры. Ближайшая посвящена поведению в библиотеке. Уроки для родителей будут проходить раз в две недели. По пятницам в 18.30. Александр Столяров, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видно этого. В середине августа в России отмечается День физкультурника. Это праздник тех, для кого спорт стал неотъемлемой частью их жизни. О том, как события отметили в городе Видное, расскажет Дмитрий Книга. В муниципалитете в рамках Дня физкультурника состоялся спортивный праздник. Торжественное открытие мероприятия прошло на стадионе «Металлург», где участников соревнований поприветствовали представители администрации округа. Я вас, безусловно, всех поздравляю. Благодарю за то, что вы делаете. Благодарю всех за пропаганду здорового образа жизни. Спортсмены и любители активного образа жизни, внесшие свой вклад в развитие физической культуры, получили почетные грамоты. После этого был дан старт состязанием. В различных спортивных дисциплинах приняли участие более 500 жителей муниципалитета. Самой быстрой во всех смыслах стала легкоатлетическая эстафета. Занимаюсь практически систематически. И появилась такая возможность проявить себя на данных соревнованиях. Тем более наш праздник. Очень хорошо, я считаю, хорошая атмосфера. И любой желающий захотел бы поучаствовать в любом из видов спорта. Уже через несколько минут после старта команды стояли на пьедестале почета. Победителями эстафеты стала команда из горок Ленинских. Но если легкую атлетику называют королевой спорта, то король по популярности, конечно же, футбол. Играют две группы. Ветераны, ну, 35 и старше, скажем так, есть и ребята постарше. Четыре команды, они играют по олимпийской системе. Полуфинал, за третье место и финал. Два полуфинала, за третье место и финал. А здесь играют, ну, помоложе, 17+. Шесть команд, две группы по три. Полуфиналы, финал, ну, выявляют сильнейшего. Старшие участники выявляли сильнейшего на стадионе «Металлург». А юные футболисты играли на поле видновского художественно-технического лицея. Всего 10 команд в двух возрастных категориях. Турнир носил дружеский характер. И футболисты при необходимости шли на выручку своим соперникам. Сегодня у нас на игру пришло пять человек из нужных шести. Поэтому мы взяли одного игрока из команды соперников, с которыми мы как раз таки и хорошо общаемся. В это же время на воркаут площадки стадиона «Металлург» проводились соревнования по кроссфиту. Участникам предстояло выполнить серию упражнений на скорость и выносливость. Как вы видите, у нас сегодня много участников. Все пришли и поболеть, и поучаствовать сами. Пришли с семьей, показывают детям хороший пример, положительный. Вообще сегодня очень хорошее мероприятие, потому что очень много площадок. Мы сами пойдем дальше на северную ходьбу, на шахматы. Самые маленькие спортсмены выявляли быстрейшего на трассе в соревнованиях, организованных Видновской школой «Беговела». Этот вид спорта развивает координацию ребенка и позволяет заниматься им с раннего возраста. С полутора лет у нас детки занимаются. Ну, чаще всего к двум годам начинают. До шести лет они занимаются «Беговелом». Уже с двух лет у нас все детки садятся на двухколесный велосипед и начинают параллельно кататься и на велосипедах еще двухколесных. То есть «Беговел» – это прям такая ступень. Сразу ты перепрыгиваешь на двухколесный велосипед и без проблем уже ездишь. Для этого и придуман «Беговел», в общем-то. Победители и призеры всех состязаний были награждены кубками и памятными медалями. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Евгений Садовский, Екатерина Давлятова. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok